всем доброе утро я разбираю свой огород в общем яйца все я сняла убрала в общем все паста закончилась все убрано видите что с розой в общем она завяла я ее конечно сейчас подрезала но вряд ли она выживет в общем до завтра я посмотрю очухается она или нет если я бы ее сейчас выкинула но мне интересный эксперимент лук растет видите гнезда этого нету которые я делала я сейчас покажу где как я вам уже говорила я очень люблю все выкидывать поэтому я приготовила тут у меня коробка мы когда ходили в лес я собирала всякие разные там палки в общем тут такой плохой свет и ничего не видно в общем гнездо я выкидываю потому что ветки засохли зеленые ветки страшные да и желуди здесь некрасивые потому что не сезон был собирать желуди я знаю когда нужно их собирать чтобы они были свеженькие сочники пока их еще там кабаны не погрызли вчера руслан пришел с работы и этих ребрышек не осталось поэтому мне пришлось еще вчера готовить рыбу я готовила рыбу в духовке уже вечером и варила спагетти для того чтобы у него был обед на сегодня я не думал что серебрышки съезд за один раз но в общем такие дела я работаю не знаю вот у меня вопрос можно ли или еще нельзя ходить с детьми в магазин вот если вы знаете ответьте мне пожалуйста можно ли уже в масках с детьми ходить в магазин потому что что-то я слышала что дети до 13 лет не могут выходить еще из дома вот мне это интересно ну в общем готовлю обед у меня филе филе индейки с луком жарю и готовлю суп тоже варю на индейки вот у меня видите это нога индюшиная нога буду варить суп харчо гарнир у меня есть ну и вот это жарю здесь лук и морковку для ступа и смотрю фильм мы сейчас ходили с миленой в магазин в общем за этими за сладостями целый пакет я взяла выпечки потому что в этом магазине давно уже я не была фасочки мы все съели печенье съели и чай пить не с чем вот идем тадам два две булки одна сыром одна с яблочком вот такие вафли орешки орешки руслан вафли любит поэтому вафли взяла для него нам взяла орешки и милене булки взяла в общем были конечно и сейчас мы шли некоторые люди которые были без маски но в основном вся масса людей все ходят в масках у меня осталась одна минута до начала собеседования и как раз мне кандидат написал skype хотела вам показать в общем милене задали задание польский язык списать текст и написали какой текст вот она его списала и по математике они сейчас проходят вот это с большими числами они сейчас работают и все в деньгах знаете там например а задача телевизор так ноутбук стоил 2000 злотых телевизор стоил 3200 злотых и аппарат ксерокопии делать стоил 4200 злотых то есть ей нужно было но это все посчитать нужно было то есть такие знаете именно реальные примеры потом вторая задача была что пани откладывала на покупку стиральной машины по 100 злотых каждый месяц а стиральная машинка стоила 1000 злотых через какое время а пани может купить себе эту стиральную машинку то есть сколько ей месяцев пришлось копить на эту машинку то есть конкретно знаете такие вот именно на на деньгах все и на реальных примерах поэтому мне нравится это что они и у них так интересно тут я не знаю в каком учебнике было там например русалочка то есть они изучают как то вот это все а вот у них смотрите игра вот такая экономическая игра не должны играть в эту игру но поскольку сейчас карантин и понятное дело что не с кем поиграть поэтому как только все это закончится они там в классе или где может быть с алой они будут играть в общем мне нравится что у них все это идет знаете так в жизни возвращая милене все ее тетрадки я проверила все задания и выслала учительница вот это еще моя работа дополнительная что я это все фотографирую и отправляю сначала мне нужно помочь милене потому что переводить надо потом еще вот это все делать так что работы у меня хватает вы знаете так охота пойти на улицу гулять и вот как назло не знаю куда пойти мне вообще трудно дома усидеть мне всегда куда-то надо пойти потому что я не люблю когда мне скучно и нечем себя занять я всегда ищу себе работу вот сейчас сижу и думаю куда бы мне пойти а нельзя вот сидишь только ешь и все ешь ешь сидишь уроки делаешь работаешь сидишь все время сидишь я без движения вообще не могу ладно ребята все буду заканчивать в общем ждите меня завтра пока пока пока